Здравствуйте! С вами Центр развития человека Альфа Омега Плюс и я Афина Март. И сегодня мы с вами поговорим о моей любви. Любви давней и надеемся, что взаимной. Это любовь к картам втором. В последнее время их популярность выросла неимоверно. И это прекрасно, меня это радует, потому что вот такой вот удивительный, восхитительный инструмент, данный Богом, данный Богом, я нисколько не преувеличиваю, человеку для того, чтобы эффективно и качественно жить в очередном воплощении. Но меня немножко огорчает другое, что вместе с популярностью приходит ощущение того, что теряется сакральный смысл и уважение к этим картам. И очень многие торологи, будем так говорить, очень вольно обращаются с картами, ну, что думаю, то и пою, да, о чем, что вижу, то и говорю. И меня это немного огорчает, потому как овладеть этим инструментом не так просто, но и не так сложно. То есть это вполне возможно, но, безусловно, здесь не пройдет номер с самообучением. Я сразу вам хочу сказать, вы никогда не научитесь гадать на картах Таро, если вам не передаст это умение, эти знания учитель. Это первое. И второе, вот подход к изучению картам Таро тоже очень своеобразный. Их не надо учить, их не, это не просто не надо, их не нужно учить, их нужно понимать и чувствовать. И этому я учу на своих курсах. Я преподаю Таро давно, с 2009 года, как раз было 100 лет колодия Райдер Уайт, я открыла свою школу. И на протяжении этих лет преподавала оффлайн. Вот, ну, безусловно, реалии, современные реалии таковы, что не все могут попасть на очное обучение в мою школу. И благодаря центру Альфа-Омега Плюс я разработала свой курс, базовый курс по изучению карт Таро. И он уже показал свою эффективность. Он уже показал свою эффективность, меня это очень радует. И я надеюсь, что количество моих учеников вырастет в разы. И география расширится, в принципе, за пределы нашей страны не только. Сегодня я немножечко хочу вам презентовать, показать, попробовать на вкус, как работают эти карты. Вот, и поводом сегодняшнего разговора, все-таки для начала я вам скажу, что я вас приглашаю на трехгемный марафон по картам Таро, где я вам дам столько вкусной, просто вкусняшчей информации по картам. А моя задача именно возбудить у вас интерес на сегодняшний день. И дальше мы посмотрим, что с этим делать. Если вам не зайдет, если говорить современным языком, то у вас просто другой путь, и возможно, что другой инструмент вы со временем освоите или уже освоили. Я не заставляю, я только предлагаю увидеть красоту и мощь этого инструмента. Это действительно в мире эзотерики айсберг. И это просто невозможно передать словами о том, что могут карты Таро. Ну, вы знаете, как бы ни был велик инструмент, всегда у мастера есть какие-то фишечки, какие-то подходы, какие-то нюансики. И, конечно, у меня их великое множество, но некоторые я вам секретики открою прямо сейчас, для того, чтобы вы поняли, что вот большое слагается из деталей, из мелочей. Ну, во-первых, колода Таро может состоять из 78 карт или 79, если участвует белая карта в работе. Но точно так же, с такой же эффективностью, можно гадать и только на старших арканах. То есть 22 старших аркана, они находятся и вот в этой полной колоде, и могут быть отдельно. Вот сегодня мы будем работать... О, Ирафант. Ирафант показал нам, что он рад о том, что мы с вами разговариваем. Вот, значит, после того, как вы изучите, соответственно, обучение начинается именно со старших арканов. Изучите 22 старших аркана, кажется, это так немного, правда, 22 по сравнению с 78, вы уже сможете качественно, качественно работать с картами Таро. Но я вам ещё один секрет открою. На моих курсах вы будете работать с картами Таро прямо с первого занятия, потому что я работаю по принципу неразрывной связи теории с практикой. И я считаю, что теория без практики бесполезна, а практика без теории опасна. Давайте начнём с самого простого. Наверное, вы все видели, что перед началом гадания Таролог тасует карты. То есть он делает некие манипуляции и таким образом как бы разбивает колоду на произвольное такое сочетание карт. Тасовать колоды можно разными способами. Можно класть на ладошку горизонтально. Если карты высоки и ладошки не хватает, да, то можно вертикально. Но есть один принцип, как бы вы не тасовали карты, в наружную сторону карты должны показываться только рубашкой. Рубашка – это та сторона карты, на которой нет рисунка. И они все одинаковые. Тот человек, который сидит перед вами, он ни в коем случае не должен никаким образом видеть вот эту сторону колоды. Ну, каким образом это можно видеть? Ну, вот вы тасуете, а человек сидит перед вами и, в принципе, что-то может подсмотреть. Поэтому всегда тасуйте карты так, немножко наклонно к себе и рубашечкой кверху. И все. И никто ничего никогда не увидит. Это первое. Дальше. Как выкладывать карты? Вот тоже разные способы у разных торологов. Я видела различные способы. И вот так вот тасуют, вытаскивают карты. И вот так вот, что самое мне неприятное, когда вот так вот это делают. Вот так ломают карты, ломают ногти. Карты, кстати, очень острые на срезе, поэтому это даже и опасно. А сейчас я вам покажу самый экологичный и, на мой взгляд, самый эффективный способ выкладывания карт. Этот способ называется метод подсъема. Что такое метод подсъема? Вот вы перетасовали карты. Перетасовали карты, и вам нужно начинать выкладывать расклад. Колода лежит на ладошке у вас. Вы разделяете ее на какие-то произвольные две части, и нижнюю кладете на верхнюю, и выкладываете карту. Опять разделяете и нижнюю на верхнюю, и кладете карту. Самый экологичный, самый, ну, простой и самый, наверное, такой безопасный способ выкладывания карт именно методом подсъема. Я еще упустила такой момент, но я думаю, что мы с вами еще об этом поговорим, что, конечно, для того, чтобы выкладывать карты Таро, нужна определенная настройка. Вот другие инструменты, как карты Ленорман, там, руны, этого не требуют. Они включаются очень быстро и не требуют какого-то специальных каких-то приготовлений. Карты Таро требуют к себе уважения. И уже на коленке или где-то там, ну, не знаю, в каком-то, на каком-то столе, где стоит посуда, и да, ну, наверное, не стоит это делать. Ну, секретика у меня еще много. Вот, а сейчас я вам сделаю подарок и сделаю для вас расклад. Да, дистанционный. Да, может быть, в нем нет той глубины, которую могут карты дать, дать карты Таро. Но, тем не менее, тем не менее, я вам сейчас отвечу на вопрос, думаю, что этот вопрос будет интересовать каждого из вас. Это вопрос о том, какое качество, ваше качество могло бы дать вам возможность быть более реализованными в социуме. Ну, условно сейчас карты дают вам совет, что вам нужно сделать для того, чтобы добиваться успеха, социального успеха, успеха в карьере, естественно, успеха в работе. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Вот еще один метод выбора карты. Обычно я предлагаю, когда человек сидит передо мной, и очень часто в раскладах, я не часто, нет, неправильно сказала, в некоторых раскладах, я привлекаю к верента, к веренту этот человек, которому мы гадаем, в работе, чтобы он тоже поучаствовал в работе с картами и передал некую энергию. Вот сейчас вот представим, что кто-то за вас выбирает несколько карт. Я выберу пять, пусть сегодня будет пять. Почему-то мне хочется пять. Ну, и вот эту давайте возьмем. Так, эту колоду я пока уберу, чтобы она не мешала. Перед вами лежит пять карт. Соответственно, с моей стороны слева направо, с вашей немножко по-другому, да, вы видите, зеркальная. Поэтому вот это первая карта, вот это вторая, третья, четвертая, пятая. И ваша задача сейчас написать на листке любую цифру из пяти. Не подумать, не решить, а взять и написать. Объясню, почему так нужно сделать. А потому что потом, чтобы вы ничего не передумали. Ой, я думала про то, а вот сделала то, а мне вот хочется вот это. Нет, именно сейчас вы записываете цифру одну из пяти. Я надеюсь, что вы уже это сделали. А я открываю карты. Итак, какое качество вашего характера, вашей личности поможет вам добиваться больших успехов в социуме? Ирофант. Первая карта Ирофант. Ну, я вам хочу сказать, что, во-первых, это карта очень высокой экспертности. То есть вам нужно стать в своем деле качественным специалистом. Таким качественным, чтобы вы были на уровень выше других и даже смогли передавать свои знания другим. Кроме того, эта карта требует не думать о хлебе насущном, побеспокоиться. Кстати, одна из карт Ангела-Хранителя. Побеспокоиться пространство для того, чтобы у вас все было то, что вам нужно. А вот здесь вам как раз нужно соблюсти все морально-этические нормы. То есть никаких провокаций, никаких соблазнов вы не должны принимать и не должны вестись на поводу. То есть это карта порядочности, честности, ну и, я уже сказала, профессионализма. Причем очень высокого уровня, практически уровня экспертности. Открываем вторую карту, те, кто выбрал цифру 2. Здесь звезда надежды. Карта, опять карта Ангела-Хранителя, супер. Ну, что я вам хочу сказать. Вы знаете, верьте в себя, верьте в свою звезду. Будьте доброжелательны, будьте оптимистичны. Всегда верьте в то, что у вас все получится. Будьте дружелюбны. Находите возможности контактов с другими людьми и добавляйте в жизнь больше творчества. А еще, если вот так вот говорить, становитесь просто звездой, звездой в своем деле. Очень мощная, очень сильная карта. Но она тоже, вот смотрите, и эта карта, и это говорит. Не страдайте от того, что у вас там нет на счету какого-то, какой-то суммы денег. Не завидуйте тому, что у кого-то автомобиль классом выше, чем у вас. И тогда у вас все получится так, как нужно для того, чтобы вы были счастливы. Третью карту открываем. И здесь карта умеренность. Карта умеренность требует от вас порядка, четкости, плановости. Ну, терпение в некоторых случаях и, наверное, скромности, не пытаться прыгнуть выше головы. Эта карта говорит, если вы научитесь использовать те ресурсы, которые дают вам пространство, то, что вы имеете. Если вы научитесь эти ресурсы использовать профессионально, то это самый лучший, ну, как бы, способ достичь хорошего-хорошего уровня. Не быстро, но вы будете на вершине. Четвертая карта. Четвертая карта, а вот здесь у нас белая карта. Ничего не могу сказать по поводу тех, кто написал цифру 4, потому что для меня эта информация закрыта. Я вам еще расскажу о белой карте более подробно. Но все-таки мне хочется порадовать тех, кто открыл эту карту. Эта карта всегда дает поток энергии, поток энергии для реализации. Но ничего другого пока вам сказать не могу. И у нас пятая карта. Карта повешенной. Карта повешенной. Всегда имейте свое мнение. Подходите творчески к работе. Не обращайте внимания на то, как надо или как нужно. Делайте так, как вы считаете. И как вы считаете правильным. И добавляйте, конечно, больше творчества, больше такого, знаете, внутреннего понимания того, что вы делаете. Делайте правильно. Вот такую информацию дали нам карты. И сейчас еще один маленький секретик я вам расскажу. Вот, смотрите, лежат карты. Да? Будем считать, что мы их не открыли еще. Как нужно открывать карты? Карты нужно открывать как страничку в книжечке. Вот так вот. Если вы будете открывать вот так, то карта перевернется. А поскольку мы используем и прямые, и перевернутые карты, то есть вы прямо противоположно поменяете значение. Как страничку в книжечке открываем. Как страничку в книжечке открываем. вот таким образом вот ну что я вам хочу сказать мы поблагодарю за вас поблагодарю карты за вот такую вот информацию всегда стоит прислушиваться прислушиваться к тому что говорят карты потому что карты никогда не угод неправильной информации может дать таролог а карты всегда знают то о чем они хотят нам сказать я вас приглашаю на трехдневный марафон по картам таро где вам дам возможность увидеть и попробовать буквально на вкус вот как карамельку попробовать на вкус то что из себя представляет этот мощнейший восхитительный инструмент и более того независимо от того умеете ли вы гадать не умеете я вас научу некоторым раскладам которые вы можете делать буквально ежедневно даже не зная значение карт таро спасибо что вы были со мной а я была с вами мы еще увидимся